Мы, конечно, видели внешние вот эти тренажеры на стажировках. Я, например, на «Газпроме» на предприятии «Салаватнефтехим» видела, но как-то не связалось с тем, что это доступно в образовательном процессе может быть. И так вот работодатель направил на поиск этих цифровых технологий новых для нас. Добрый день! Рада приветствовать вас в стенах Томского политехнического университета, одного из самых старейших технических узов Сибири и Дальнего Востока. Меня зовут Волгина Татьяна Николаевна. Я являюсь доцентом отделения химической инженерии Томского политехнического университета. Сейчас веду активную свою педагогическую и научную деятельность. В научном направлении меня больше интересуют проблемы переработки химических и нефтехимических отходов, а также разработка различных аналитических методов определения органических веществ. Что касается образовательной деятельности, то в настоящее время я являюсь руководителем образовательной программы технологии нефтегазохимии полимерных материалов и принимаю активное участие в разработке данной программы, ее совершенствования и, естественно, веду некоторые дисциплины, относящиеся к данной программе. Я думаю, это очень интересная тема, особенно если речь идет о техническом вузе. Химическая технология, насколько я знаю, направление, она очень востребована практически в любом государственном вузе, но речь здесь может идти не только о химтехнологии, здесь речь идет о любом производстве любых соединений, где есть вот химическое оборудование. Поэтому где производят любую химическую продукту, продукты неважно органической, неорганической природы, всем будет это интересно и после посещения, даже прохождения небольшой стажировки, однозначно будет понятно и я думаю, что на сто процентов каждый из слушателей курсов поймет, что это не просто желание приехать, а именно это необходимость иметь такие тренажеры в своем учебном процессе, когда речь идет об технологах. А еще вариант использования таких тренажеров, и на примере нашего вуза мы что же такое реализовывали, это использовать их при обучении студентов рабочим специальностям. У нас есть ряд программ, которые позволяют получить рабочую профессию, а рабочая профессия это непосредственная работа на установках. Здесь большой плюс будет, что при небольшом сроке обучения студенты, слушатели очень быстро поймут, что от них требуется, что от них ожидают на производстве, как это работает, как этим управлять. Еще вариант я бы рекомендовала в принципе и более младших студентов, рекомендовать будущих студентов, школьников, потому что в последнее время все чаще приходят ребята не совсем ориентированные на техническую, специальность, они не до конца понимают, когда поступают, что они приходят именно на технологию, где важно уметь спроектировать аппарат или установку, важно уметь ее начертить, смоделировать, научиться ее управлять. Это понимание приходит уже на старших курсах, когда идут дисциплины специализации. Поэтому если вот чем раньше начинать, это так скажем профильное ориентирование на технологию именно, тем для нас, для вузов было бы лучше. Тогда бы к нам битуренты приходили более осознанно, с понятием того, кем они будут спустя 4 года и где они будут работать. Первый момент мне казалось, что я паникую, когда я попала в эту среду цифровую, потому что все незнакомо, непонятно. Потом второе, третье, ну и четвертое занятие уже показало, что все нормально. Помощники есть, есть инструктор, есть всегда возможность дополнительно поработать, потрудиться вне аудитории. Я пыталась отчасти дома дотренировать, дорешать то, что не успевала в классе во время занятий. Очень было интересно и познавательно. Для себя поняла, что обязательно тренажеры нужны нашим студентам. Даже мы, преподаватели, я не знаю, могу сказать только за себя, в 70% случаев я не знала, что нужно сделать. А когда Михаил просил, задавал какие-то вопросы, да, и просил от нас ответную реакцию. Они придали уверенности, эти тренажеры. И даже вот такой маленький тренинг, он уже позволяет себя позиционировать некоторым знатоком. И я уверена, что уже могу студентам, имею право объяснять, как это работает, а в чем взаимосвязь. И вот хорошо было бы реально показать как раз-таки на этих тренажерах, почему я права, да, почему это происходит именно так, а не иначе. Обучение разбито на определенные модули, от простого к сложному, что тоже очень удобно. То есть сначала такое небольшое введение, что это, из каких элементов состоит, какие вкладки, какие инструкции есть, чем можно воспользоваться. И начинается непосредственно решение конкретных практических задач с малых установок, с обычных даже емкостей, на которых тоже существуют свои приборы, контрольно-измерительные, автоматика. Первые два занятия мы все равно не были еще осознанно, еще неосознанно подходили к этому мероприятию. Мы все-таки старались слушать Михаила, что он нам говорит. А уже дальше действительно стали анализировать, особенно когда он стал спрашивать, а почему вы это сделали, а зачем вы нажали это сейчас, а зачем вы следите, какой параметр здесь важно отслеживать, регулировать. И уже тогда начали действительно осознанно творить в этом цифровом тренажере свою историю по управлению конкретным процессом. Что необходимо сделать для того, чтобы локализовать и устранить давно в арене ситуацию? Предотвратить, допустим, человеческие жертвы, нужно предотвратить экологическую катастрофу, нужно предотвратить потерю оборудования дальнейшую. Вот для данной ситуации что необходимо сделать нам с вами сейчас? С одной стороны кажется, что это игровая технология, но она очень хорошо тренирует. В том числе вот меня она еще и дисциплинировала, потому что хотелось найти правильное решение, несмотря на то, что на это пришлось уделить больше времени, чем и планировалось, допустим. Плюс пришлось посмотреть литературу, вспомнить приборы, их обозначение, назначение, принципы работы. Очень понравился инструктор пошаговый. Единственное, что там не оговариваются временные какие-то промежутки, то есть заранее не было нам сказано, что мы не должны четко пошагово идти друг за другом, а мы должны смотреть отклик модели на наше действие и уже потом принимать какое-то решение через какой-то промежуток времени. То есть я тоже это не сразу осознала, где-то наверно на третьем занятии уже стала к этому подходить более осознанно. Мои ожидания оправдались, и я теперь горю желанием внедрить этот образовательный процесс. Понимаю, что это очень необходимо и нужно для студентов, особенно тех, кто собирается продолжить свою профессиональную карьеру именно вот в этой отрасли, до которой мы и готовим специалистов. Плюс это дополнительные для них компетенции, показать себя, что они владеют достаточно широким кругом возможностей. Самая большая ценность, что тренажер это реальная динамическая модель, которая отражает реальное производство. Но насколько я поняла из нашего с вами общения, что вы делаете эти модели на реальных производственных данных. А значит, и все сопутствующие вот эти элементы контроля, откликов, регулирования, они тоже соответствуют тем реальным действиям, тем реальным промежуткам времени, которые действительно происходят на конкретном производстве. И это очень важно, потому что одно дело учебный тренажер, как макет, где можно просто навык наработать, да, набить руку, так сказать. И другое дело, когда ты сталкиваешься на реальном тренажере с какой-то ситуацией чрезвычайной, которую необходимо решить, и эта ситуация могла возникнуть на реальном производстве. Может быть, у вас есть такой опыт, где вы делали модели, когда эти чрезвычайные происшествия уже происходили, и они вами где-то были уже заложены в ваших тренажерах. Точно такая же в один ситуация произошла. Прекратилась подача воздуха кип на установку, клапаны захлопнулись, приняли свое нормальное закрытое положение, прекратилась подача газа в печь, соответственно, процесс нагрева прекратился. Группа операторов пошла прикрывать задвижки ручные возле горелок. В этот момент неожиданно воздух кип обратно восстановился. Соответственно, газ пошел в печь, произошел взрыв. Соответственно, все операторы, которые пошли перекрывать, погибли. Но, тем не менее, по бумагам их надо было перекрывать. Поэтому, соответственно, после общения с данным старшим оператором, мы видоизменили инструктору, что все операции необходимо делать именно дистанционно. То есть получается абсолютно реальная мини-такая модель узла или участка производственной площадки, которую студент может таким образом вживую увидеть. Своеобразный, конечно, формат картинки, но, тем не менее, когда работники сидят в операторской, они же тоже видят то же самое. Поэтому для студентов это будет очень большим плюсом. Ознакомиться, даже не бывая на предприятии, сейчас все реже ребят берут на практику из-за ограничений. Таким вот образом можно их приблизить к производству. И когда они попадут на эту производственную площадку, они уже не будут теряться и не понимать, что происходит. Они уже сразу вникнут в рабочий процесс. Если включить такого рода тренажер в одну из хотя бы дисциплин, например, я могу говорить о своей дисциплине «Технология продуктов нефтегазохимии». И если внедрять вот такого рода тренажеры в рамках данной дисциплины, во-первых, у студентов 100% сразу проявится интерес не только поюзать эту модель, но и найти теоретические дополнительные материалы, которые бы помогли более детально описать эту модель. Ну, я говорю, например, о чем? Что есть у нас тренажер, а по той же самой, например, ректификации, установке ректификации. В любом нашем процессе, который мы изучаем, есть процессы очистки и выделения продуктов, очистки и выделения и разделения, где данного рода технологии используются. И было бы интересно, изучив тренажер таким образом, поучаствовать в реализации процесса разделения каких-либо веществ конкретных, найти теоретическое описание этой технологии, сравнить с существующей моделью, увидеть, может быть, различия, если речь идет о разных производственных технологиях, получение разных веществ. И я думаю, таким образом лучше будет закрепляться и задерживаться именно вот эта теоретическая база, когда занятие будет идти от практики к теории. Естественно, у них есть уже теоретическая база, и они не с нуля будут начинать эту работу, но тем не менее, чтобы привлечь к предмету, чтобы, так скажем, зацепить студента, какой-то интересной фишкой для освоения конкретной программы. Пару дисциплины бывают очень сложными в плане теоретического изучения. И я думаю, вот для меня этот плюс тоже важен. И в последнее время все чаще мы склоняемся, чем больше практики, тем лучше. И современные тенденции образования об этом говорят, что все меньшее количество лекционного материала становится и больше практического. Учитывая, что некоторые модели могут быть сложными, они могут быть рассчитаны на несколько занятий, а может быть, даже и на весь семестр, то здесь можно массу придумать заданий, связанных теорией с практикой, с реальной практикой, получается, чтобы студенты глубоко и детально изучили конкретную дисциплину. И с этими знаниями они уже могут более свободно себя чувствовать на других дисциплинах, которые будут идти позже, на более старших курсах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok